Не так много времени оставать до начала нового учебного года. И родителям школьников интересно узнать, в каких условиях будут заниматься их дети. За ответами на этот и некоторые другие вопросы наш корреспондент Артур Мкце отправился в образовательное учреждение города Черкесска. С раннего утра вокруг и внутри здания слышны звуки строительных инструментов. Это рабочие стараются успеть, разумеется, не в ущерб качеству, к началу нового учебного года. Ремонт шестой школы Черкесска стартовал в марте. Благодаря подрядчикам внутри строения многое кардинально изменилось в лучшую сторону. Правда, о точных сроках завершения работ пока говорить преждевременно. Но в том, что сооружению 1957 года постройки они были крайне необходимы, можно не сомневаться. Из того, что было, остались только стены и окна, можно сказать. Пол вскрывался, там везде были деревянные перекрытия. Всё скрыли, всё заливали, пол всё залили, плитку положили. Все стены тоже убирали, всю штукатурку, новая штукатурка, потолок тоже самый. Все натяжные сделали, Армстон поставили. Вся электрика была заменена, абсолютно всё. И отопление всё было заменено. К слову, наблюдающим за ходом ремонтных работ активистам, происходящие со зданием метаморфозы, очень понравились. Осталось понять, когда педагогам и их воспитанникам стоит ожидать возвращения в родное учреждение. Впрочем, на этом преобразования здесь не завершатся. В перспективе планируется увеличить вместимость шестой школы за счёт пристройки. Ведь сейчас при мощности на 650 мест 1 сентября ожидается 1200 учащихся. Объём выполненных работ внушительный. Мы еженедельно по пятницам с родительской общественностью приходили, даже не с целью контроля, а с целью того, чтобы наблюдать, как это всё происходит и какие в будущем ожидают нас перемены к лучшему. Естественно, задача была такова, чтобы к началу учебного года мы могли поспеть и праздничные мероприятия начались на территории нашей родной школы. Объём по-прежнему остаётся ещё достаточно большой. Я не могу утверждать о том, что именно будет так, как мы задумывали. Что касается остальных образовательных учреждений Черкеска, то оперативное вмешательство строителей потребовалось лишь 19-й гимназии, где из-за летней стихии проходилась крыша. Её заменили за счёт средств мэрии. Во всех школах проходил плановый косметический ремонт, а межведомственная комиссия проверила все здания на соответствие нормам по нескольким направлениям. Проверяли и пожарную безопасность, и антитеррористическую безопасность, и санитарно-гигиеническое состояние образовательных организаций. Также проверяли системы коммуникации, то есть отопления, насколько они готовы к осенне-зимнему периоду и так далее. На сегодняшний день абсолютно все образовательные организации, как школы, как детские сады, как организации дополнительного образования, они приняты комиссией единогласно и готовы принять детей. Во всех общеобразовательных учреждениях региональной столицы, которые готовы к началу нового учебного года, в День знаний прозвучит первый школьный звонок. А за несколько дней до этого в Черкесске пройдёт традиционная конференция работников образования, где будут чествовать тех, на чьих плечах лежит обучение, а порой и воспитание подрастающего поколения, педагогов и наставников. Артур Мухцелек Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия.